Сегодня отвлекся на остальные рынки, на основные. Забыл сказать про крипту, поэтому этим обзором сейчас исправлю эту ошибку, потому что уже есть что сказать конкретно. Во-первых, тут у нас идет зигзаг, тут у нас идет зигзаг, тут у нас идет волна А, это коррекция, и это мы идем вниз. То есть однозначно можно сказать, что 11.550 быть не должно, и мы должны вынести дно на 11.134 скорее, чем вот эту вершину. То есть тут шорт, однозначно, давайте смотреть, что это глобально. Кто понимает в волнах, это означает лишь то, что это коррекция, и мы еще будем дальше пилить. То есть у нас минимальная цель в данном случае дать еще один импульс, размерный вот этому. То есть если мы вот здесь падали примерно на 700 баксов, то если вычесть из 11.550 700, то получится как раз та зона, куда я и говорил. То есть в данном случае сюда. Что это будет? Ну, скорее всего, это будет треугольник, опять любимый наш треугольник. Короче говоря, вот такой я жду. А после этого что будет? Рост. Очень сильный рост, как минимум вот сюда. А есть вариант сразу вверх. Есть вариант еще попилить. Есть вариант это как-то расширить. То есть тут вот такие всякие штуки будут. Но суть в том, что когда мы будем падать, надо шорты-то закрывать. Потому что с таких фигур крайне редко начинается такое. То есть такого я не жду. Единственное, что не пойдут ли они на 10500. Вот есть вариант такой, что мы туда тоже сходим. Поэтому будет, грубо говоря, сильное падение. Но его выкупят и вернут цены высоко. Очень высоко. Даже на хаи. И опять же, начинаем думать, а как это возможно вообще? Если там акции посыпется, доллар вверх, что это, как это будет? А секрет простой. Золото, золото. Поскольку доллар ходит с золотом, в смысле биток, то скорее всего по золоту будет тузымун. Прям реально тузымун на 2050 как минимум. Потому что по золоту есть вариант на хаис ходить, а есть вариант треугольник запилить. Опять же, треугольник это тоже вверх. Поэтому вот на этом деле, вот смотрите, когда золото начнет падать, вот это вот дело может на хаи вытащить всю крипту. Имейте в виду, что шортить можно до поры до времени. То есть я говорю сейчас вниз, но это не значит, что прям хоронить. Будет просто одно сильное движение. Давайте искать подтверждение здесь. Вот я, в принципе, этот вариант как раз и нарисовал. Здесь трайбан, здесь трайбан. Здесь импульс, здесь коррекция. Нужен еще один импульс. И куда? Ну, конечно же, вот сюда. То, что я говорил, 362-365, вот в эту зону она может сходить. Даже ниже. Но вот сюда могут и не задеть. То есть 320, там FIBA, ну не факт, что туда дойдет. Но могут, могут. То есть суть в том, что вот это падение будет как бы финальным. И после этого будет сильный выкуп. Поэтому готовьтесь. В данном случае это шорт. По эфиру 393 быть уже не должно, по идее. Сразу должно пойти в его днище. 369. Это как минимум. Опять же, куда это уйдет, да не ясно, куда уйдет. Но однозначно надо будет покупать все это, влезет этот обвал. Вот пока такие идеи. По крипте, если сработает, станем богатыми. Ну, пока что надо искать подтверждений. Для надежности, ну, как это вообще торгуется правильно. То есть смотрите, если будет это движение вниз, то надо будет ждать подтверждения в виде нормального такого выкупа, нормального роста с коррекцией. То есть если будет вот такая фигура, то вот здесь вот надежнее будет покупать. Ловить вот эти все обвалы, да может вы их здесь купите, к примеру, а оно вот сюда уйдет. И чего? Ну да, можно докупать. А вдруг я ошибся? Вдруг это третья волна, это заходные импульсы идут такие большие. Всякое тут может быть. Поэтому нужно ждать нормального выкупа. Выглядит это примерно как вот здесь. То есть если мы видим такие свечи зеленые, то это выкуп. Если мы видим такое вот, это тоже выкуп. Но это не заходные, опять же. Заходной выглядит красиво. Например, вот так. То есть по-нормальному нужно ждать вот такую фигуру, нормальную коррекцию, после этого покупать. Вот это самое надежное, как можно это торговать. Ну, в принципе, все, что хотел, сказал. Смотрим все остальное. Там рынок так замер. Но смотрим уже еврик пошел вниз. Поэтому я думаю, а что это такое вообще? По идее мы здесь зацепили хай чуть-чуть совсем. Буквально одним пипсом. И по идее это уже может вниз пойти. Поэтому евро покупать опасно. Но есть варианты, что мы расширим эту коррекцию и еще вот так все-таки сходим. Но судя по тому, что я там везде вижу, имейте в виду, что евро, возможно, уже пошло в далекое путешествие вниз. Поэтому очень осторожно надо быть. Но если дадут вверх, однозначно вот здесь супер-мега-шорты вообще готовьте. Потому что как это разметить вверх, да практически никак. В общем, такие пока идеи. И до следующей встречи.